Такой видят Анапу начинающие художники. Образы узнаваемые, много животных, в том числе всеобщие любимцы, которых знают не только в самом городе курорты, но и уже за его пределами. Ольга, как говорит она сама, влюблена в ночную Анапу. Эта работа называется «Теплота внутри». Здесь населена в стиле такого скретчбукинга, в стиле комиксов даже на самом деле, чтобы было ощущение, что реализма нет, но что на самом деле место существует. У Ольги на выставке две работы. Есть еще загородный пейзаж. Рисовать она любит с детства. Несколько лет назад основательно занялась живописью в свободное от работы время. Захотела принять участие, потому что это не просто возможность представить свою работу, но еще возможность помочь фонду, помочь деткам. Я знаю этих людей вживую, то есть я не какие-то мифические там отправки в номер, а этих людей я знаю, они живут рядом со мной, как бы. И надежда основатель фонда, она живет недалеко от меня, я прекрасно знаю ее проблемы. Я знаю, что каждая копейка у меня на счету. Алина работает менеджером. Живопись для нее своеобразная отдушина или, если по-современному, арт-терапия. Картина обычно раздаривает друзьям, а это первая проданная. Это очень приятно, это мега приятно, это неожиданно, когда заходит просто посторонний человек, подходит к твоей картине и говорит, а кто автор? Ты поворачиваешь, так я ее покупаю. Она прекрасна. И все, такие эмоции, такие чувства. Одна работа стоит в среднем одну тысячу рублей. Большинство картин уже проданы. 23 работы. Из них осталось непроданных 7. Мы очень этому довольны. Так как мы сотрудничаем с фондом, и все врученные средства уходят в радость жизни. Фонд родителей детей инвалидов. Поэтому, если сначала мы думали, продадим картин, сколько продадим, то сейчас нам хочется продать побольше и побольше денег передать. Владельцы получили специальные сертификаты и смогут забрать работы в начале следующей недели, после того, как выставка завершит работу. А художники вдохновились успехом и подумывают о том, чтобы сделать такой сбор средств регулярным.